Всем привет! И в этом видео мы с вами посмотрим мои покупки на сайте Wildberries. Давайте начнем с товаров для дома, хозяйственных товаров. Первое это мешки для мусора, прочные в рулоне, 30 литров. И в каждом рулоне 30 штук. Производство Котова Полимер. Здесь 5 упаковок идут. Я вам специально оставила показать, как это приходит. Поэтому придется немного пошуршать. 5 упаковок обошлись мне достаточно выгодно. Я заплатила за все 234 рубля. Давайте откроем одну упаковку и посмотрим, какого качества эти мешки. Мне кажется, они должны напоминать по качеству мешки из FixPrice, которые назывались особо прочные и также шли по 30 литров, 30 штук в рулоне. Единственное, те были ароматизированные, а эти без ароматизатора. Но эти обходятся дешевле, да и те в моем магазине пропали. Да, вы знаете, очень похожи, достаточно плотные. Вот я дергаю, ничего не рвется, не тянется. Поэтому я соглашусь с производителем, что мешки для мусора действительно прочные. Они были в разных цветах. Мне понравился синий цвет и, по-моему, еще упаковка именно из синих мешков была самая дешевая по стоимости. Мне, в принципе, все равно, какого цвета мешки для мусора. Я считаю, покупка выгодная. Также мне понадобились чехлы для хранения одежды. И поскольку мне надо убирать зимнюю одежду, а чехлы, которые я ранее покупала, они тоже были недорогие. Они мне прослужили несколько лет, но пора их заменить. Чехлов много, поэтому я подумала, удобно взять упаковку. Вот такая была упаковка из трех штук. 15, получается, чехлов. И за все я заплатила 215 рублей. Давайте посмотрим, что нам пишет производитель. Производитель Каллас, Челябинская область, город Копейск. Размер чехлов 60 на 145 сантиметров. То есть чехлы достаточно длинные. И в каждой упаковке 5 штук. Повторюсь, за все три упаковки 215 рублей. Мне кажется, цена отличная. Да, когда я покупала, я знала, что чехлы эти, они достаточно тонкие. Мы сейчас с вами откроем и посмотрим. Но при достаточно аккуратном использовании таких чехлов хватает не на один сезон. Ими можно пользоваться как многоразовыми. Вы знаете, я не могу сказать, что супер тонкие. Я бы сказала, такие нормальные, обычные совершенно чехлы для хранения одежды. У меня были очень похожие, если не точно такие же. Повторюсь, мне хватило их для использования в течение нескольких лет. Так что комфортно теперь и удобно убрать зимнюю одежду. И я думаю, потом осенью буду, наоборот, осеннюю, да, весеннюю одежду в эти чехлы упаковывать, доставать. Зимнюю, так что опять на несколько лет хватит. Из хоз покупок это все. Переходим к вкусняшкам. Захотелось мне купить вот такие упаковочки. Хотя бренд называется Финди. Это наше российское производство. Это у нас конфеты Финди в шоколаде с миндалем. Вернее, не в шоколаде, в шоколадной глазури. И я купила упаковочку Финди в шоколадной глазури в темной и в молочной. Молочная для мужа, темная для меня. Производитель наш российский производит, по-моему, Татарстан. Каждая упаковочка стоила 208 рублей и в ней 150 грамм. Я уже открыла, попробовала. Давайте открою какую-нибудь упаковочку и просто покажу вам, как выглядят эти конфетки. Вот так каждая конфетка упакована в собственную, в индивидуальную упаковку, что удобно. Мы с мужем уже попробовали. Я одну конфетку вам покажу в разрезе. Это темный шоколад. Вот так выглядит. Сверху идет темная шоколадная глазурь, затем сам финик и внутри орешек. Нам по вкусу все понравилось. И понравилось, что они не супер сладкие. Единственное, покажу вам состав. Может быть, кого-то смутит, что все-таки не натуральный шоколад в составе, а именно кондитерская глазурь. Вот такой состав. Но по вкусу нам все понравилось. Поэтому будем есть с удовольствием. И этот производитель еще к каждому пакетику положил вот по такой конфетке. Это без сахара, кокос, миндаль. Пока еще не пробовали. Но все равно, в любом случае, когда вкладывают подарок, это приятно. Кстати, все товары, которые вы видите в этом видео, куплены за мои собственные деньги. И все ссылки на товары я оставлю в инфобоксе под видео. Еще продукты. Захотелось мне жевательный мармелад. Давно не покупала. И захотелось что-нибудь оригинальное, что не продается в ближайших магазинах. Фини. Это у нас уже производство Испания. Мне захотелось купить жевательный мармелад с лакрицей. И здесь у нас ассорти в упаковочке 90 грамм. И стоила она 129 рублей. То есть идет лакрица, а внутри, видите, немножко разные начинки, разные вкусы. Я подобные очень люблю конфетки. Так что, думаю, мне все понравится. И также мне захотелось купить жевательные конфетки от этого же производителя. Но уже банановые. Здесь тоже 90 грамм. И тоже цена была 129 рублей. И, наверное, самое интересное в этом видео это украшения. Я купила кое-какую бижутерию. Я весной, летом люблю носить бижутерию. И каждый год покупаю что-то новое, что мне нравится. Захотелось мне купить броши. Я знаю, с чем их буду носить, с какой одеждой. И первая брошка, которую я вам покажу, это у нас производитель Лавива. И называется брошь Муха. Я купила ее за 152 рубля. Вот такая она яркая, красивая, очень большая. Вот моя рука, да. Ну, где-то, наверное, с треть моей руки. Она действительно большая. Красиво переливается. Вот такая здесь обычная застежка, да. Как... Ну, вот вам покажу. Вот как булавка, да. Такая большая. Стоила она всего лишь 152 рубля. Единственное, я вас хочу предупредить. Если будете вот от этого производителя покупать бижутерию, очень внимательно проверяйте на пункте выдачи. Я заказывала две броши. Эта пришла в хорошем состоянии. А вторая пришла в помятом. У нее был измят металл. Но я другую заказывала. Был помят очень сильно металл. Была сильная деформация. Было видно, что это производственный брак. То есть это не на складе Wildberries произошло, не во время доставки, а вот такой производственный брак. И все равно отгрузили покупателю в таком виде. Это не очень приятно, поэтому проверяйте. Ну, вот эта, видите, пришла в хорошем состоянии. Большая, красивая, яркая. Думаю, будет меня радовать весной и летом. И вторая брошь. Вторая пришла вот в такой очаровательной коробочке. Вот на эту брошь не было пока ни одного отзыва у продавца. Но я рискнула купить, потому что она мне очень понравилась. И опять же, цена, ну, прям копеечная. Это уже у нас производитель OnLily. Смотрите, какая коробочка классная. Можно и на подарок. И здесь вот такая классная брошь. Черный кот. Застежка у нее точно такая же. Я сейчас не буду ее отстегивать. Нет смысла. Вот так она выглядит. Видите, приходит в коробочке. Саму брошь я тоже проверила. Видите, ни сколов. Краска нигде не облезла. Ничего не потертое. Очень все красиво. И мне кажется, она такая стильная. Такой классный черный котик. Давайте даже, наверное, закрывать не будем. Вот так оставим ее. Пусть она нас радует. И еще кое-что мне захотелось приобрести из бижутерии. Я решила купить себе сережки. Давайте начнем, наверное, вот с таких. Приходят они в достаточно симпатичной коробочке. Summer Eyes. Серьги, бижутерия, гвоздики. Стоили они 257 рублей. Были разные оттенки. И мне понравились именно вот такие. Видите, они идут. С синий-зеленым переливом. Это обычные гвоздики. Не на винтах. Я на винтах носить не могу. Покупала. Но мне совершенно не нравится и неудобно. Поэтому предпочитаю обычные гвоздики. Вот так они выглядят. Смотрите, как красиво переливаются. И давайте я даже поднесу поближе. Сфокусирую. Видите, при разном преломлении света они имеют разный оттенок. Ссылки я все оставлю. Можете посмотреть. Видите, там были и другие цвета. Ну и цена, мне кажется, более чем бюджетная. 257 рублей всего-навсего. Я буду носить с удовольствием. Для меня это такой вариант на весну, на лето. Просто классный. Вообще весной и летом бижутерию очень люблю носить. И еще мне очень понравились одни серьги. Они уже от другого производителя. Приходят они в коробочке попроще. Производитель у нас Mimiket. Да, вот такое интересное название. Сейчас я за камерой коробочку распечатаю. Покажу вам, как все было упаковано. В коробочке находится еще вот такой совершенно простенький маленький пакетик. И давайте откроем, посмотрим, как выглядят эти серьги. Эти серьги стоят 298 рублей. И что в них самое интересное, да, самое необычное. Эти серьги стеклянные. И фишка, да, этих серег. Они сделаны по мотивам картины Ван Гога и Ирисы. Я сейчас постараюсь фокусировать камеру. Вот, смотрите. Сейчас вам хорошо видно. Видите, какие необычные, интересные, оригинальные сережки. Качественное достаточно стекло. Очень качественно, я считаю, сделана вот эта сама прорисовка. Да, ну понятно, что это по мотивам. Мне просто очень нравятся картины Ван Гога. И захотелось иметь вот такие сережки. Давайте покажу, как они сделаны. Это тоже обычные гвоздики, не на винтах. Вот идет такая здесь застежка металлическая. Достаточно крепкая. Мне кажется, она долго прослужит. Сережки не потеряются. Застежка не расстегнет. Смотрите, какие интересные. Мне кажется, на весну, на лето тоже просто шикарно. Так, куда бы их нам с вами пристроить? Вот сюда. Все, это все мои покупки. В общем-то, я всем очень довольна. Заказываю я на Вайлдберрис, потому что у меня бесплатный отказ от товара. Давайте еще буквально две минуты про это поговорим. Покупок больше не будет. Кому неинтересно, видео могут выключать. Вот я уже сказала, что вот вторая такая брошка пришла мне совершенно в непотребном виде, с производственным браком. И очень хорошо, что у меня бесплатный отказ от товаров. Я отказалась на пункте выдачи. Естественно, зачем мне забирать товар с браком? Еще раз поговорила с менеджером пункта выдачи. Она сказала, что у них теперь нет возможности отмечать брак, отмечать, например, некомплект. Если вам там, не знаю, конфеты пришли объеденные, покусанные, они тоже ничего отметить не могут. Единственный вариант, если у вас платный возврат, с вас снимут деньги, там 50, 100 или 75 рублей. Единственный вариант, отфотографировать тщательно эту бракованную вещь на пункте выдачи до того, как вы от нее откажетесь. Потом создать заявку в личном кабинете Wildberries и попросить вернуть те деньги за возврат, которые с вас были списаны. И то Wildberries не всегда их возвращает, к сожалению. В общем, это не очень приятная ситуация. Поэтому, повторюсь, я заказываю только товары, по которым у меня бесплатный отказ. Спасибо, что посмотрели мое видео. Всем пока!